Она знает об анатомии, хирургии и генетике, видела негнущиеся пальцы и порванные сухожилия. За четыре года работы кистевым хирургом Амина Баташева сталкивалась с различными пациентами. От спортсмена с переломами запястья и мужчин, не соблюдающих технику при работе с болгаркой, до людей с генетическими заболеваниями рук. Но каким бы тяжелым ни был конкретный случай, Амина Баташева старается помочь каждому. И зачастую для этого ей приходится работать в тандеме с неврологами, узистами и травматологами. Когда уже воспаляется от работы кисти, непосредственно связка, вот здесь есть карпань, она воспаляется и давит на нервы. То есть воспаляются нервы. Если она утолщена, то тут уже оперативное лечение, иссякается, и нервы освобождаются, человек здоров. Если нет, то максимально стараются лечить консервативно. Есть полидоктилии, это когда много пальчиков. Есть разные заболевания, как заболевания мотолунга. Это уже тут укорочение или развитие случаев логости. Несмотря на то, что в профессии Амина Баташева всего 4 года, за ее плечами колоссальный опыт, который она получила в Кургане. В научном центре восстановительной травматологии и ортопедии имени Элизарова, где она проходила обучение. А там была не только теория, но и ежедневная практика. Как только я пришла в отделение консервативной хирургии и хирургии кисти, меня завели в операционный зал. У нас уже был допуск, естественно, перед этим проходим медосмотр. Нас завели в операционную, где мы участвовали в пересадке кожи. Операция длилась около 6 часов, потому что довольно-таки большой лоскут был. И с этого дня оттуда мы почти не выходили. Нас отправляли в разные отделения. Я чуть не жалею, многим советую туда поступать, если кто хочет дальше в ординатуру травматологам, ортопедам и увидеть все и вся, то это центр Элизарова, Курган. Но по просьбе родителей Амине Баташевой пришлось оставить Курган, вернуться домой и помогать землякам. Сейчас она единственный кистевой хирург не только в Карачаево-Черкесии. Таких специалистов нет даже в соседних регионах. Прием пациентов ведет в клинике «Новомед», где проводит консультации и назначает консервативное лечение. А оперативное вмешательство выполняет на базе республиканской больницы, где она провела уже не один десяток ювелирных операций. Недавно уже два пациента прошло по республике, получается. Первый пациент были сухожилия сгибателя, то есть наша функция именно кисти вот так, чтобы сгибалась. Была пересадка со стопы на кисть сухожилия. Это довольно-таки объемное, в три этапа проходит. Первый этап это был, когда мы только зашили, пациент не соблюдал режим, поднял тяжелое, порвал. Второй этап это установка уже сухожильных протезов. После уже через месяц, после установки сухожильных протезов, была произведена аутопластика сухожильная, то есть пересадка со стопы на кисть. А не так давно Амина Баташева занялась преподавательской деятельностью. Передает свой опыт будущим медсестрам и фармацевтам из МАКСУ. Обучает их анатомии, хирургии и генетике. И в то же время сама повторяет пройденное. Дети довольны, думаю, они с радостью учатся, с радостью показывают то, чему они научились. Активно спрашивают, им интересно как вопросы с практики, так им и интересны вопросы с анатомией. А почему именно так, а почему это здесь? Ну, думаю, стоит поучить любому врачу, думаю, стоит стать преподавателем. Тогда ты смотришь из двух сторон, ты понимаешь всё правильно, ты учишь заново анатомию, потому что ты должен объяснить это в первую очередь, ребёнку донести ему его же языком. Амина Баташева признаётся, что о выборе профессии не жалеет. Ей отрадно, что она помогает людям, восстанавливает нормальное функционирование конечностей, а порой даже спасает их от ампутации. При этом и дальше готова осваивать новые технологии. Как говорит Амина, хирург учится всю жизнь. Талина Зарова, Мурат Кемрюгов, Архиз-24